здравствуйте меня зовут светлана вот видите мы сегодня приехали в лес то есть я как говорила буду показать все что мы вот более делаем для нашего хозяйства для наших курочек в согласии с природой зачем мы сюда приехали конечно же за еловой хвоей видите но вы не беспокойтесь я не вырубаю полностью мы просто находим маленькие вырезаем чуть-чуть снизу здесь у нас вот заросли такого темный лес здесь по лету бывают у нас грибы вот что это нам дает это вся аптека сейчас вот в это время хвоя очень полезно не содержится аскорбиновая кислота в большом количестве кроме других витаминов аминокислот я не буду говорить это во-первых поддержка иммунитета во-вторых это гельминты это увеличение ценосности и как вы знаете это бактерии убийство бактерий как говорится в хвое содержатся вещества которые помогают справиться организму нашей птицы с теми бактериями которые она сейчас наши вот в это время холодное может заразиться мы это делаем каждый год все повторяется как я скажу а вот мы высушиваем сейчас я покажу как мы сушим можно не высушивать можно например мелко лапки посечь тоже прокипятить настоять литровую баночку сделать засыпали в литровую баночку ножницами чик 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 вот постояла на ночку кипяточком потом на 5 литров у меня 5 литровые ведра и сейчас 5 литровые ведра и в сарай и вот завтра вот эту сейчас я сделаю на ночь и завтра вот это благо им будет для курочек у меня елочка для кроликов у меня сосна еще сейчас сосне мы подойдем еще здесь вот видите у нас именно еловый участочек вот а там ближе в другом месте очень много сосны леса у нас заросшие как вы видите скот теперь не гоняют трава чумовая можно летом даже не пройти поэтому елок сосны у нас всего-всего много вот мы сходили за сосной на другую сторону здесь у нас проходит высоковольтка и как раз два года у нас все тут перерабатывают большие машины то есть вот мы молодые березки рвали можем рвать спокойно потому что весной придет большая машина и все все тут переработает но они быстро подымаются березу мы кроликом это тоже кроликом почему выбрали сегодня день видите погода хорошая прошли морозы до минус 13 елку и сосну должен ударить мороз чтобы все полезные вещества ушли в хвою потому что когда начинается весна здесь же не забывайте находят сильные масла а вот они тогда уже начинают выходить наружу а вот сейчас самое то сейчас приедем обязательно какой запах обязательно дадим нашим зайцам все приготовим для курочек то есть сразу собрали елку сосну и вот здесь береза осина тоже зайцам на неделю как говорится зубки им есть чем почитать для зайцев что это также гельминты а также это все полезные витамины травы то сейчас нет сина сухое а вот это они конечно старые едят сразу молодые которые вот нынешние еще никогда не пробовали вот это вот они постепенно все равно тоже научатся вот так мы кормим своих кроликах так мы кормим своих птичек как говорится получаем удовольствие там и тут от этой природы в этом лесу очень много опят потому что видите здесь идет один валежник птички вон чирикают небо голубое и здесь опять-то прямо в этом году были по земле вот и на землях и по земле опять в этом году было в нашем краю очень и очень много вот нарезаем берем литровую банку чуть-чуть наливаем воды горячей чтобы прогрелась нарезаем кусочки туда веточек доводим вот так вот и заливаем ее полностью пусть она у нас так стоит завтра в утреннее покормление мы нальем питье это вот на 5 литров то есть 4 литра на ли теплой воды и соединю теперь заливаем все водой кипяток у нас и к завтрашнему тру чудесный напиток со всеми полезными витаминами будет готов для нашей курочки можно процедить потому что здесь иголки все равно останутся можно не процеживать куры сами выберут что надо все остальное вот так она стоит у нас до утра сейчас нарежу противень еще и поставлю сушиться на котел ну вот мы порезали небольшим слоем потому что чтобы все высыхало лучше по чуть-чуть она за двое суток опадет вся и все можно просто в чистом сухом мешке чтобы дать чтобы видите льдинки отвалились то есть вода лед размёрз и в чистом мешке сухом поставить возле батареи мы в том году так делали елку вот и все будет тоже она высохнет течение пяти дней и останутся одни веточки а вот это все что нам с вами надо вот эти иголочки можно сразу будет тогда перемолоть можно конечно перемолоть и сейчас вот так и набрать полностью вот эти молоденькие макушечки но я подожду уже подсушу ее и тогда будем добавлять корм а на завтра им уже готовится питьем еще в хвое содержится большое содержание йода это очень полезно для щитовидной железы что этой животине что этой животине что другой мы повесили и в сарай и поставила я сушить и во-первых запах запах это тоже дезинфекция вот видите они прямо так клюют я заткнула им просто за рабицу все время развлечение полезно всем так что не забываем про хвою но запомните все должно быть в меру нельзя например неделю кормить одной елкой нет покормили раз в неделю все потом можно у нас есть просто возможности елка и сосна и березу мы принесли потом раз в неделю береза им она хранится на морозе то есть ей ничего не будет просто мешках просто у нас стоит на улице вот мы где-то ездим раз в месяц раз полтора месяца наши дичи хватает всем хвою любят и козы вот и гуси гусям сейчас тушкиним тоже могут пощипать ее все развлечения все полезные питательные вещества ну вот такие маленькими лапочками мы даем сосну сосну больше сосна больше нравится моим сайцам сейчас он думает может еще что-нибудь ему вкусненького дадут этот любитель у нас вкусненького и все по веточке им кладем они съедают именно вот эту вот самые зеленые иголочки самое полезное для него вот это у меня звездочка первый раз я ее оставила для мамочки они еще когда первый раз все пробуют но ничего за ночь все это съедят остаются одни стволики вот эти тоже молодые побеги они тоже кушают все а это потом просто выбрасывается ну вот смотрите малыши первый раз пробуют конечно они сначала она для них коляется но видите они верхушки откусывают а потом продолжают дальше но это вот сейчас самое полезное развитие рост видите этих маленьких пушистеньков и мамочки надо восстанавливаться все-таки после родов так как травки нет вот это сейчас им самое полезное будут вопросы задавайте с удовольствием вам отвечу